Евангелие в современном мире Главы после седьмой главы и до седьмой главы. В чем разница? Разница в том, что в двух как бы плоскостях данная эта книга, исторический раздел считается это первые шесть глав, хотя в нем есть пророческая глава, это вторая. И есть пророческий раздел, начиная с седьмой главы и до двенадцатой. Вот это уже пророчества, которые записаны. Но связь между ними вот какая, что на уровне личности и жизни Даниила, его религиозных опытов показаны те закономерности, которые действуют на уровне историческом, на уровне больших масс народов, на уровне целых государств, на уровне судьбы народов. Вот поэтому здесь показывается единство, значит, судьбы, единство того, что переживает личность и что переживает целый народ и человечество в целом. Когда мы смотрим на седьмую главу, то поражает то, что после введения седьмой главы Даниил переживает определенные чувства, тревожные чувства. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце своем. То есть вероятнее всего, что он хотел показать, что то, что мы будем сейчас изучать, было настолько важным, что оно потрясло Даниила, и в то же время очень сильно отозвалось его сердце. Да, оно не может и нас не потрясти, если мы поймем до конца это пророчество. Оно, это потрясение не просто шоковый испуг какой-то, а пророчество, которое говорит о том, что Бог желает выстроить в нашем сознании картину истории, ясную, конкретную, и показать, что Бог является Богом истории, и что Он в целом ведет к Царству и Божию. Пройдут все вот эти обозначенные им, так сказать, системы, которые порождал дьявол в ходе истории, и в конечном шуте все-таки восторжествует Царство и Божие. Царство Божие. Начинается пророчество с того, что в ночном ведении видят четыре небесных ветра, которые боролись на Великом море. Мы видим, что начинается язык символов, и что означают эти слова? Ну, здесь ясная символика о том, что выход на мировую арену любой империи, она сопровождается борьбой народов. Ветрь – это символ войн в Священном Писании, а море – это символ народов. Народы, племенные языки, шумят они, как шумит море. Ни разу говорит Священный Писание. То есть во время вот этих борений, которые происходили между народами, происходило нечто великое. В результате выходили на мировую арену великие империи. И вот там показана очередность этих империй. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Есть ли какая-то взаимосвязь между четырьмя зверями, которые описаны в седьмой главе, и четырьмя металлами, которые описаны во второй главе? Можем ли мы провести параллель подобное? Это прямая параллель. И, между прочим, в разных символах показан один и тот же общий ход всемирной истории от Вавилона до Второго пришествия. Это главная столбовая дорога всемирной истории. В ней обозначены те великие империи, которые сменяли одна другую, вплоть до европейской цивилизации и до Второго пришествия Иисуса. То есть мы можем сказать, что Бог Данил продолжает то видение, которое он начал во второй главе, но углубляет его, расширяет его, дополняет его. То, что было во второй главе, в седьмой, это просто уже углубленное дополнение. Да, совершенно верно. В общем, тематическая связь всех пророческих глав заключается в том, что сначала дается общая картина, потом даются детали, повторяющие, насыщающие эту картину и подтверждающие то, что было показано раньше. В результате мы имеем наиболее полную информацию. Цель же Бога – построить историческое мышление каждого, кто читает, чтобы у него было и пророческое видение, и историческое понимание общего хода всемирной истории. Поэтому, проводя параллели, нам будет легче понимать этих животных. Первое животное, как лев, у него орлиные крылья, и смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он был поднят от земли, и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое было дано ему. Что это за царство, за животное? Это, бесспорно, символ Вавилона. В вавилонской архитектуре и скульптурах изображался лев с крыльями очень часто. Даже сегодня эта символика употребляется. Я там видел кинофестиваль, так там все львы стоят с крыльями. Это отсюда. Это вавилонская. Вавилонская символика. Следующее. Затем я видел, я вот еще зверь, как барс. Нет, прошу прощения. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Медведь – это символ именно персидского. Персы пришли с горь, где водились горные медведи. То есть стукан – это была серебряная крудь. Да. Персы сменили вавилонян. Вот. И персы были более диким народом, но очень прожорливые. Медведь – прожорливое животное. Там сказано – встань, ешь мясо много. Фактически он уничтожил три основных противника своих. Это Лидию, это в Малой Азии государство, он его проглотил. Затем Вавилонию в 538 году. И затем Египет был уничтожен в 525 году до Рождества Христова. Следующий на арену после него выходит барс. Затем я видел еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла и четыре голубые у зверя всего. И власть дана была ему. Вы знаете, что барс – это самый быстрый из всех хищников, вот этих кошачьей породы, так называемый. Он очень быстрый, очень маневрный. И это прекрасный символ Александра Македонского, греческого государства, которое в течение 12 лет Александр Македонский завоевал такую территорию, которую веками или десятилетиями завоевывали предыдущие. И что их четыре, это значит, что фактически сразу же после его смерти эта же империя распадается на четыре направления основных. Возникли ряд эллинистических греческих государств, которые возглавили его полководцы. Это особенно подмечается в истории Птоломеи в Египте на юге. Это греческая династия возникла. В селе Вкиды в Сирии греческая династия возникла. Значит, в Малой Азии Лизимах создал свою династию. И, наконец, Кассандр в Македонии или в Греции тоже создал свою династию. Они все были наследниками Александра Македонского, но никто из них не добирал, не дотягивал, конечно, до Александра Македонского по силе и славе. Но пророчество очень точно показало, что государство разделяется на четыре части, четыре головы. На четыре ветра небесных. Это были медные бедра. Мы смотрим четвертый зверь, и мы видим, что этот зверь иной, отличный. После всего я видел в ночных видениях его зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает остатки, и же попирает ногами. Он отличен, то есть не похож, да, как я понял. Было от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. У истукана это у нас были железные ноги. Что означает этот зверь? Зверь, который имеет железные, так сказать, зубы и медные когти, который сокрушает все предыдущие, бесспорно, это Римская империя. Языческая ее фаза. Она поглотила все вот эти перечисленные нами греческие государства. Мы даже знаем годы, в которые все рухнули под ударами римских легионов, все эти греческие царства. Последнее греческое царство, это египетское, в 30-м году до нашей эры было разрушено римлянами. А десять рогов, это показывает о том, что это государство, несмотря на свое всемогущество, оно в конечном счете должно быть разрушено на десять частей, так как было во второй главе показано персты ног. Десять пальцев, да? И получается, вот оно идет. Это параллель, действительно параллель. И исторически сложилось так, что Римская империя, несмотря на все ее всемогущество, про которое просуществовало 600 лет, это было самое сильное глобалистское объединение Древнего мира, но оно было разрушено пришедшими варварами, которых мы уже говорили во второй главе, которые на территории Римской империи, то есть Европы, организовали варварские королевства, которые, среди которых фактически эти королевства постепенно превратили в современное государство Европы. Интересная деталь, что современное государство, десять врагов, берут свои основания или корни из четвертого зверя. Вот, что их основания или корень идут из Римской империи. Они живут на той же территории, они занимаются совершенно верно, ту же территорию, они разделили ее. Современная Европа, Западная Европа, она покрывает территорию Римской империи. Восточная граница Западной Римской империи проходила по Дунаю и по Рейну. Вот, это была восточная часть, уже граница Римской империи. А все на Запад это принадлежало римлянам, и Англии, и Британии, и Ирландии, и все вот эти государства, Испании, Португалии. Мы видим, что до этого момента мы подошли к тому, что параллели у нас полностью совпали с Даниилом второй главой. Но сейчас мы видим, что... Автор-то один. Да. А теперь мы видим, что Господь ведет нас дальше и открывает то, чего не было во второй главе. Теперь он внимание обращает на какой-то необычный рог. И я видел на эти рога, и вот между ними, то есть между десятью, как я понял, да, еще небольшой рог появляется. И три из прежних рогов с корнями сторнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза. Как глаза человеческие, уста говорящие, высокомерные. Да. Интересная картина. Рог – это символ власти. Символ власти. Но если эти десять рогов представляют собой политические власти, они воюют не в основном физическим, истребляют физическим способом противников. Этот рог имеет глаза и уста говорящие высокомерно. Это, конечно, система другая, которая возникла в Европе. Среди этих государств перед этим рогом уничтожены три, выпали с корнем. То есть когда он начинал возрастать, то благодаря своему росту было исторгнуто три. Исторгнуто три. Фактически три государства, которые были в Европе, должны были уступить, полностью должны были быть уничтожены перед… Это, значит, Герулы, потом Остготы и Вандалы. Это три варварских государства, которые возникли на территории Европы. И они были орианцы, или орианская ересь, так называемая, которая противостояла католической церкви. И пока они держали контроль в Европе, особенно Остготы, то папство не могло развиваться. Оно было подавлено, потому что Остготы занимали Италию. Именно центр, где находился Италию. Да, да, бесспорно. Ему расти невозможно было. Но чтобы расти, нужно было уничтожить византийские войска. Вот Велизарий полководец, он уничтожил в 534-м, в 533-м году вандалов. Перед этим были уничтожены Герулы еще в конце V века. А потом уже с 538-го года нашего, это исчисление, по 554-й год были уничтожены главные противники папства Италии. Это Остготы. Мы видим, что Данил обратил внимание именно на этот рог. Он его удивил, и он просит, чтобы ему дали истолкование значения рога. И мы читаем 24-го стиха, и 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. То есть то, что вы говорили, иной и отличный от прежних. И против Всевышнего будут произносить слова, и угнетать Святых Всевышнего, даже возмечтает отменить в них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руки его до времени, времен и полувремени. Что здесь объясняет ангел Данилу? О чем он предупреждает? Что будет делать этот малый рог со святыми? Видите, здесь показано этот центр внимания главы на этом роге. Он даже не на этих зверях, и даже не на четвертом страшном, ужасном, и не на десяти, а на малом роге. Больше всего Даниила пугает этот малый рог, и он спрашивает о нем, более точного, он говорит, я пожелал точного объяснения. И здесь даны признаки выхода его, время его появления, очередность, значит, историческая разметка этого пути, где появляется эта система. Действительно, в V веке, в VI веке папство начинает брать вверх. И эта власть иная в Европе появляется, которая действует не военной силой, а действует дипломатией, действует идеологией, действует религиозными методами. И таким образом она подчиняет себе народу Европы. Идеологически она имеет власть. Но она противостоит святым Всевышним. Мы знаем, что на протяжении средних веков сколько гонений было на тех, которые читали священное писание. Они подвергались инквизиции. Возьмите гуситы. И против них было организовано 8 крестовых походов, чтобы уничтожить их, потому что они стояли за реформу христианской церкви, за то, чтобы Евангелие преподавалось так, как оно написано. И чтобы христианская церковь была такой, как ее задумал Христос. А не такой государственной, не такой казенной, не такой насыщенной различными преданиями, суевериями, обрядами, каким стала историческая система католическая, которая возникла в Европе в Средние века. Данила, наверное, удивляет поступки этого рога. Против Всевышнего будут произносить слова. И угнетать святых Всевышнего. Если он поднимает руку на собственность, которая принадлежит Господу, он желает отменить праздничные времена и закон. Вот что здесь происходит? Я думаю, что на это нужно время, чтобы объяснить это. В общих чертах можно сказать так, что поскольку эта система признала предание свое, наработанное веками на соборах, равных Священному Писанию, и даже выше его, то фактически тем самым она как бы унизила авторитет Библии. Поскольку их предание, их установление, их праздники считаются более нужными в современном мире, чем то, что говорит Господь. Чем те заповеди, которые установил Господь. Этим превозносится над Всевышним. Не просто хулиганский говорит против Всевышнего какие-то недобрые слова, как это делали атеисты. Потому что атеисты не есть тайна беззакония. Тайна беззакония обозначена в Новом Завете как самое опасное, что будет враждовать против истинной Евангелии. Это беззаконие, которое прикрыто ризами благочестия. Религиозная форма гордыни, которая противостояла Иисусу Христу в Новом Завете. Мы читаем, что у него был конфликт с кого с кем, когда Христос был. Основной конфликт был между Иисусом Христом и фарисейством, саддукейством, священниками храма. Но не конфликт был между Иисусом Христом и грешниками, мытарями и так дальше. Потому что многие из них шли. А это была гордыня религиозная. Она противостояла здравым словам и учению Господа Иисуса Христа. Они свои обряды ставили выше заповедей Божьих. Они этим самым ставили себя выше Бога. Средневековая система, о которой мы говорили, представленная в Малым Рогом, она повторила опыт той иудейской системы, которая отвергла Иисуса Христа. Только уже теперь под знаменами Креста. Можно ли сказать, что это теология Нового Завета или понимание о Малом Роге было известно еще до нас? Это протестантская доктрина. Я понимаю только так. Это понимал и Лютер, это понимал Мелангтон, это понимали все протестанты раннего периода. Сегодня это истинно сглаживается, интерполируется совершенно, потому что современная, так сказать, теория толерантности, мы все должны друг друга любить, уважать. И зачем нам вспоминать старые, и зачем нам брать уроки из прошлого. Вот мы все другие сегодня. Если бы мы жили во времена отцов наших, мы бы так не поступали, люди так говорят сегодня. Поэтому, конечно, это интересная комбинация получается сегодня, когда протестанты забывают историческое прошлое. Но оценка, которую дает Священное Писание, и которой дала история, безошибочная оценка роли средневекового папства, ясно это во всей науке исторической сегодня. Однозначно, что это была тираническая система, которая организовывала крестовые походы, восемь крестовых походов на юг, крестовые походы на восток, на Украину, в Прибалтику и так дальше. Эта система шла из одного центра, фактически, идеологического центра. Он воевал князьями, но он был идеологом этих походов. Кто призывал к первому, второму крестовому походу? Кто организовывал походы и вдохновлял походы против, значит, на Ладожском озере, когда же, в дни Александра Невского и так дальше. Кто же? Кто был Джей Дмитрий? Кто была Марина Мниш? Это были руки, перчатки той руки, которая была из Ватикана шла. Поэтому историческая оценка, я говорю об исторической оценке, я не называю персонали, я не говорю о современных папах и так дальше. Это дело Божье, каждый человек даст отчет за себя. Но та историческая оценка, которая дала истории, которая дана в пророчестве, они полностью идентично совпадают с тем, что говорит Господь. Господь говорит нам о времени, о том, что система будет править время, времена и полвремени, определяя период. Можете объяснить, что это означает? Да, это библейский язык, совершенно верно, много раз, это шесть или семь раз, эта система время, времена и полувремени употребляется в Священном Писании. Она обозначает 1260 дней, или пророческих дней, у которых день равен году. Это 1260 лет. Это вся эпоха Средневековья покрыта, начиная с VI века, с 538 года условно, когда полководец Велизарий вошел в Рим, и до 1798 года, когда в Европе был нанесен удар папству через Французскую революцию. Вот между в этом периоде, 12 веков, народы Европы, конечно, находились под влиянием этой идеологии. Заканчивается повествование о Роге. Мы видим судом. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса, пылающий огонь. Огненная река выходила и приходила перед ним, и тысячи и тысячи служили ему, и тьмы тем, предстояли перед ним судьи, сели и раскрылись книги. И видел я тогда, что за изречением высокомерных слов, как и говорил Рог, зверь был убит, и в глазах моих, и тело его было сокрашено, и предано на сожжение огню». Так. Что? Это второй центр внимания этой главы. И будем фокус, на который указывает эта глава, или центр внимания. Это показано небо, небесный престол. То есть было показано, что происходит на земле, а потом показано, что происходит в этот момент на небе. Да. И не случайно это параллельно. Здесь показаны два пути созидания царства. С одной стороны, дьявол строит свои системы, начиная от Вавилона и кончая Малым Ромом. Вот. Стараясь поработить народы, духовно и физически. А с другой стороны, Бог строит свое царство на небе посредством суда. Суд, функция основная суда – определить правду. Бог не в силе, а в правде. Он сначала создает свое царство посредством суда. То есть он судится с этой системы, фактически, и с дьяволом, который бросил против него обвинение, что он несправедливый деспот. Поэтому Господь посредством суда показывает справедливость своих действий в ходе великой борьбы между добром и злом. Этот суд – очищение небесного святилища. То есть снимается поношение, которое дьявол и все враги Божьи на Бога возлагали все время. И, кроме того, этот суд определяет, кто из святых, то есть он набирает именной состав будущего царствия Божьего. Чтобы создать царствие Божье, не обязательно завоевать территорию. Или не нужно даже завоевывать территорию. Нужно людей найти, собрать. Вот из всех веков суд Божий определит, кто из людей будет составлять царствие Божье. Написано, что зверь будет убит. Что это за событие? Это конечный результат суда. Суд здесь показан в панораме очень, какого результата, конечно. Всякий суд состоит из том, чтобы оправдать невинного и осудить виновного. В данном случае идет борьба между Христом и его главными противниками. В конечном шуте два раза фактически это было. Рим языческий, как государство, фактически подвержен был огню. И был уничтожен. Вот это первый раз исполнилось. Языческие народы, не языческие, эти варварские государства, они разрушили Римскую империю и сожгли Рим. Это сделал Аларих в 410 году, вождь Вестготов. Вот это сделал потом Гинзерих, вождь Гунов, не Гунов, а Вангал. Здесь говорится о том, что Бог разрушает систему. Да. То есть наступит тот момент суда, это параллель можно провести с камнем, который падает на землю. Да, да. То есть это было и с языческим Римом, это будет и с духовным Римом в конце времени, что суд, в конечном шуте, будет вынесен. То есть в Данииле 2 главе падающий камень – это уже приговор. Да. Выполнение суда, который совершается. Бог утверждает свое царство посредством духом суда, духом не насилия, а духом правды. Мы читаем в завершении, Данилу дается объяснение. Затем вас сядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему, говорится о Боге. Таков заключительный этап всемирной истории. На нашей земле восторжествует правда Божия. Восторжествует она во всей Вселенной. Зло явление историческое, оно не может быть вечным. Оно не имеет в себе жизненных соков и корней жизненных. А вот божественная истина, она вечная. Христос сказал, слово мое есть истина. Мы можем быть убеждены в этих словах, потому что предыдущие пророчества исполнились. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим. В Средневековье. В Средневековье. Поэтому мы можем быть убеждены в этих словах. Благодарим большое за такое интересное объяснение, которое вы нам дали. Пусть Господь благословит всех наших слушателей, а также зрителей. Пусть вас Господь благословит. Читайте вместе Библию с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok